Погода за окном радует всех, кто с нетерпением ждет прихода весны. Но только не любители зимнего плавания. Они наслаждаются каждым морозным деньком уходящей зимы. Для этих смелых духом людей пляжный сезон открыт круглый год. Но особенно хорош именно в холодную пору года. У них свой взгляд на здоровый образ жизни и активное долголетие. С мастерами зимнего плавания познакомилась Светлана Князева. С Больска, но мы идем. Всем привет, гомельчанам привет. То, что они делают ежедневно, кому-то может показаться невозможным. Но для моржей Гомеля купание в осенне-зимний период не только привычное дело, но и огромное удовольствие. Ой, как хорошо, горячее. Сейчас отрувем. Хватит. А сейчас оконем все. Нет, ей холодно нисколечко. Наоборот, ощущение тепла, компресса. В словах Светланы Тусовой нет лукавства, ведь она неоднократный победитель и призер всевозможных соревнований по зимнему плаванию. Любимая дистанция – 200 метров, хотя преодолевать ей приходилось и 250, и 450 метров. А прошлой осенью фанатке моржевания покорилась даже марафонская дистанция. Тысячу холодных метров она проплыла за 36 минут. А началось все 9 лет назад, когда после окончания лета Светлана начала плавать осенью. До купания зимой дело дошло, когда однажды на пляже она встретила моржа с 20-летним стажем. Спросила урока, как ощущение зимой. Он говорит, ну, если вот продолжать где-то каждый день, через день вот так не бросать, то можно и в зиму пойти постепенно. В общем, принцип последовательности и постепенности. Уже второй десяток лет пошел, как занимается зимним плаванием и Валентина Гевросева. Как-то на крещение она окунулась трижды, и с тех пор моржевание стало стилем ее жизни. Сегодня Валентина Ивановна плавает ежедневно, независимо от температуры воды в СОЖа. Мой сын говорит, мама, я не болею никогда простудными заболеваниями. Такого не бывает. Клуб любителей зимнего плавания существует в Гомеле с 1962 года. Люди приходят к моржеванию по-разному. Кто-то осознал, что от бездействия иммунитет вряд ли окрепнет, кого-то замучили болезни. У председателя клуба Владимира Беленко другая история. Он начал заниматься зимним плаванием, еще будучи курсантом Киевского инженерного военного училища. Начинать надо, как вам сказать, нежно к телу относиться и заботливо. То есть сначала дома руки-ноги освежил, полотенцем обтерся, а потом постепенно душ, а потом уже выходишь к речке. Вот так. А если и пришел сюда, то сначала просто разделся, погулял, освежился, чтобы тебе было комфортно, чтобы тело привыкало. Сам Владимир Беленко берет пример с полководца Суворова, который преодолел 300 километров по холодным Альпам. Он обливался холодной водой и дожил почти до 70 лет, что по тем временам было довольно долго, говорит опытный морж. Сегодня клуб любителей зимнего плавания насчитывает более 30 человек. Среди них люди разного пола, возраста и профессий. Их объединяет желание жить здорово, здорово и в гармонии с природой. Артемий Щелчковым оржует три года. Это поначалу он окунался с друзьями ради фото. То ли дело сейчас. Когда начали пробовать, потом очень крутое ощущение, выходишь как молодой сразу. Бодрячком, лучше бодрит, лучше, чем кофе. Водичка огонь! Заражаешься бодростью на весь день, если вот с утра поплавал. Сразу хочется жить, хочется улыбаться. Но начинается настроение хорошее. Ну а после водных процедур группа моржей собирается в небольшом домике, где их согревает огонь печки, горячий чай и дружеская беседа. Здесь они строят планы на будущее. Кстати, их клуб ждут перемены. Министерство спорта и туризма Беларуси признало зимнее плавание видом спорта. Теперь гомельский клуб ожидает переименования в клуб закаливания и спортивного зимнего плавания. А также много тренировок и подготовка к чемпионату Беларуси. Ожидается, что в 2020 году его примет гомель. Светлана Князева, Игорь Морищенко. Новости недели.